Добрый день! Сегодня я хочу рассказать о самой большой магической башне от компании Swingson. Это 7х7. Называется 7 Magic Tower. На коробке можно увидеть всякую информацию. Код товара TZ4. Какой-то необычный. Как выглядит название. 6+. Все хорошо. Тут штрих-код. Открываем. Плотная коробка. И, на удивление, опять нет инструкции. В Magic Tower почему-то их перестали класть. В большие многослойные. Ну и неудивительно. Собираются они по одному принципу и подобию. Если вы умеете собирать 6х6, то, скорее всего, соберете 7х7. В серии есть уже 3х3, 4х4, 5х5 и 6х6. И вот семерка. Приехал уже давно. Я пару раз собрал, положил, думаю, как-нибудь потом сниму видео. Не так давно выпустил туториал по 4х4. Мало кто смотрит. Я понимаю, что этот тип головоломок не очень популярен. Хотя зря. Собирать интересно. Необычно. Хоть классическая модель сделана на базе обычной пирамидки, ну или Джинкс Пираминкс, но многослойные, если взять тот же Мастер Пираминкс, собираются совершенно по-разному. Так что, кто еще не покупал, обратите внимание, должно понравиться. К тому же, вращение не такое же плохое. Главное, раньше времени не настраивать, а покрутить сначала и смазывать. Хотя вот 7х7, несмотря на то, что нечетная модель, вращалась чуть хуже, чем 6х6 из коробки. Сделал всего несколько сборок, такая чуть туговатая, но я даже и не смазывал. Но в четных моделях главная проблема во вращении, это вот этот уголок. Он туговат, ну из-за особенностей конструкции. А вот эти слои вращаются вполне комфортно. Здесь же все примерно одинаковые, так слегка шершабы. В сравнении с 6х6 чуть покрупнее. Коробочка тоже немножко побольше. И вот с 3х3, вот такая разница в габаритах. На самом деле невелика, по длине ребра примерно сантиметр. Ну, чтобы долго не рассказывать, сразу перемешиваем, сделаем сборку. На камеру покажу, какие здесь особенности. В принципе, неплохо, но ничем в головоломках, естественно, не удивило. А поскольку нечетное, то паритетов нет. И уже часть интереса теряется. Ну, а то, что центры собираются чуть сложнее, это было и так понятно. Ни разу не рассыпалась, но, я думаю, и не должна. Хотя вращать, конечно, многослойные. Любые головоломки нужно аккуратно. Никто от рассыпаний не застрахован. Вот так выглядит в перемешанном виде. Форму не теряет, и есть центры. Собираем с любого центра. Для начала можно собрать просто раз, два, три такие вот элементы. Центрик и две таких полосочки. Рядом с ним можно поставить еще что-то подобное. Но желательно вот с таким квадратиком. Сейчас я вот эту сторонку отделю. Вот два этих элемента. Нужно сюда еще два. Они обычно легко находятся. И вот к этому центру просто подставляем еще. Ну, и дальше нужно собрать две вот таких полоски. Пока я уберу в сторону. Соберем отдельно вот эту полоску. Если нам элементов хватит, конечно. Так. Одна здесь. Ну, и придется забрать отсюда. Вот полосочка. К этому треугольнику доставляем. И собираем еще крайнюю. Так. Начинать нужно всегда в центральных. Так как центр здесь не вращается. Просто так. Так. Вот это. Ставим сюда. И один угловой центр. В итоге. Желтая сторона. Ну, желтый центр. Собран. Здесь неважно в каком порядке собирать центр. Следить за ними не надо. Они не перемещаются. Перепутать их расположение не получится, как на четных. Поэтому. Ну, собираем что? Синий. Опять то же самое. Делаем три в ряд. Я вижу уже двойной квадратик. Еще один такой из двух полосок. Если вы умеете собирать большие кубы, этот навык вам, конечно, поможет. Хотя можно и без него обойтись. Так. Объединяем. Можно вот так вот в сторону отвести. И вращать вот это. Но желтый центр собранный я располагаю справа, чтобы он не мешался. Дальше собираем полоски. Вот тут две есть. Нужен центр. Так. Вот этот элемент. Ведем пока в сторону. Вот так добавим. И вот так. Уже неплохо. И осталась внешняя полоска. Что у нас тут есть? Ну. А хотя. Сначала делаем вот так. И вот это надо переставить сюда. Все такое интуитивное. Два последних центра чуть повеселее собираются. Красный здесь вот три в ряд есть. Начало такое же сделаем. Здесь уже элементы все рядом. Но движение надо делать возвратное, чтобы не разрушить синий. Кстати, для 5х5, по-моему, инструкция была. Там было очень смешно и нерационально показано, как собирается. В скором времени сниму по 5х5 тоже туториал. Покажу, как проще. Но, в принципе, примерно так же, как здесь, только еще проще. Вот эти два ставим сюда. И дальше нужно просто дособрать вот один этот элемент. И к нему вот эти недостающие. Сначала центр. Вот так стоит. И можно доставить любым способом вот эти два. Но это можно было даже сюда не вставлять. Просто их там дособирать. Пока поставим так. Можно в любом порядке. Сначала крайние поставить, к примеру, в этой полоске. Лучше, наверное, так и делать. Вот. И вот этот элементик сюда. Вставляем. И им же забираем. Ну и то, что осталось. Как в 5х5. Добираем. И остается переставить вот такой вот элемент. Их может быть несколько. Но обычно не больше двух. То есть второй может быть здесь. Но в таком случае делаем интуитивно. Сюда. Отводим. Выбиваем. Возвращаем. И дорешиваем. Это если снизу он был. А если сверху. То после того, как выводим сюда. Отводим не против часовой, а по часовой. А так все то же самое. Центры собраны. Никаких паритетов. Просто дальше собираем ребра. Сначала максимально интуитивно. Но можно и сразу использовать флип. Вот два зелено-красных. И сюда. Можно поставить. Развернув вот этот элемент. Подводим. Разворачиваем флипом ребро. Возвращаем. У нас уже 4 элемента. Главное, что я понял в Magic Tower. Это не надо бросать уже на 4 ребра. То есть собрали 4 элемента. Надо найти 5-й. Да собрать и не бросаться за другими. Так будет проще. Вот 5-й. Ставим. Но чтобы не сломать то, что есть. Заменяем. И разрушаем какое-то несобранное. Вот два сине-красных. Ищем сине-красный центр. Ну центральную часть. Развернута не так. Объединяем. И заменяем на несобранное. Ну ровно как и в 5х5 и в 6х6. Только элементов чуть больше. И паритеты отсутствуют. Сейчас я собирал какой-то. Сине-красный. Значит его и продолжим. Вот тут еще один. И последний. Вот он здесь. Объединяем. Так. Ну здесь не очень удачно. Ну да ладно. Чуть-чуть сломаем. Пожертвуем. Так. Два ребра готовы. Осталось всего 4. Здесь вот синий-зеленый. Неплохо собран. Вот можем сразу вот так. Флип. И развернутый тоже встанет на место. И вот этот можно сюда поставить при помощи флипа. Для этого мы выдвинем. Сюда. Флипнем вот это ребро. Что-то я не так повернул. Вот так. Не совсем. Еще раз выдвинул. Делаем флип. И вернул обратно. Ошибся. Три ребра собраны. Осталось еще три. Видим здесь много собранного. О. Кстати. Хочется как в 5 на 5 и вместе объединить. Но лучше не стоит. Лучше вот этот. На место вот этого поставить. Сделать флип. Ну это все такое уже тоже интуитивное. И потом дособрать. Так как здесь возможна ситуация, когда в конце будут два развернутых ребра. Ну средняя часть у них будет развернута. И в один алгоритм она не решается. Такая ситуация. Придется делать два флипа. Ну вот осталось один зелено-желтый. И вот одно несобранное ребро. Ставим. Заменяем на несобранное. Без изысков. И уже решаем, что получится. Вот несобранное. И вот несобранное. Четыре собранные. Ну при помощи флипов дорешиваем. И как вот опять в похожей ситуации. Я лучше сначала вот это поставлю сюда. Делаю флип. И потом дорешаю то, что останется. Так будет короче, чем сразу два разворачивать элемента. И вот это сюда. Ну а дальше, без изысков, этап 3 на 3. Без каких-либо паритетов. Просто собираем. Ни о чем не думаем. Ну если конечно вы умеете собирать Magic Tower 3 на 3. Если не умеете, то на базе знаний пирамидки это сделать неплохо. Главное в конце переставить центры тремя фиф-пафами. Стандартная ситуация. Ну и переставлять центры не пришлось. Ну дабы все-таки понять, что это Magic Tower. Я сделаю 3 пиф-пафа, чтобы показать, как это работает. Я сделаю 3 пиф-пафа и поменялись вот эти центры. Из особенностей этой головонки можно отметить многосвойность, которая позволяет делать какие-то узоры. К примеру, я могу поменять не весь вот этот центр из кучи элементов, а только внутреннюю его часть либо один центральный элемент. Для этого я сделаю 3 пиф-пафа вот так вот. Не захватывая вот эти два слоя. Посмотрим, что получится. Чем крупнее головоломка, чем больше слоев, тем неудобнее ее вращать. Ну и тут еще нужно со слоями не ошибиться. Вот. Получилась такая конструкция. Но можно не только те же цвета менять, но и, к примеру, соседний. Но симпатичнее будет, если я поменяю еще те же вот эти маленькие центрики. Для этого буду пиф-паф делать вот такие. Так. На один пиф-паф. Второй. И третий. И вот можно такой вот узор получить. На 6х6 это все выглядело не так эпично. Но прерывание тоже можно переставить отдельно вот эти центры и внешний слой. Так. Несложная головоломка. Вращается неплохо. Собирается не очень долго. Но, конечно, дольше, чем обычный 3х3 Magic Tower. Покупал давно. И вроде бы не сильно дорогая. Сейчас уже цены не помню. Особо интересов в ней нет. Но если вы любите что-то многослойное, то вполне достойный экземпляр. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.